Челнинцы оказались заточенными в собственном доме. Жители многоэтажки 1409 начали реже выходить на улицу из-за неработающего лифта. Уже на протяжении двух месяцев он не возит людей. Коммунальщики проводили в доме замену оборудования. Но работы завершены, а лифт так и стоит. В чем причина? Ответ на этот вопрос нашла съемочная группа программы Челны 24. Энжи Динмухаметовой 87 лет. Пенсионерка живет на пятом этаже. Каждый день она спускается и поднимается по лестнице пешком. Лифт не работает. А надо сходить за продуктами и за лекарствами для дочери, которая перенесла инсульт. Женщина не может сдержать слез. Здоровье подводит, а физические нагрузки усугубляют ситуацию. «Настолько мне тяжело подниматься и спускаться. Пожалуйста, постарайтесь помочь. Умоляю вас». «Очень тяжело ей. У меня у самой ноги болят. Она еле ходит. Ну, ходит». Заложниками ситуации стали жители сразу нескольких подъездов дома 14.09. «Я вот когда с работы иду, я вижу же прямо люди, можно сказать, ползут на каждом этаже, останавливаясь и отдыхая». «Пожилым людям тяжело. Я как человек молодой, мне легко. Вот. Покупки из магазина тяжело поднимать. А так, в основном, да, уже привык за сколько? За два месяца». Поэтому и выходить пенсионеры стараются только в случае крайней необходимости. «Такая непростая ситуация объединила челнинцев. Так, например, те, кому тяжело подниматься или спускаться, составляют списки необходимых товаров, а их соседи уже ходят в магазин и покупают все, что нужно». «Они живут на восьмом, на девятом этаже. А лифт просто стоит, и никто к нему близко не подходит. Поэтому вызывает удивление. Если можно его пустить сразу, зачем тянуть до первого сентября». По словам жителей, лифты начали менять ещё в середине мая. И челнинцы не понимают, почему кабины до сих пор стоят. Ведь работы завершены. Они готовы были бы потерпеть неудобства, если бы им хотя бы сообщили, сколько ещё придётся ходить пешком. Но никакого объявления для жильцов коммунальщики не повесили. В управляющей компании «Жилэнергосервис» в программе «Челны-24» сообщили, что замена оборудования в доме завершена. На этой неделе закончена и отделка. «Сейчас подрядная организация ждёт выхода декларации с инженерного центра города Казани. Предполагаем, будет в начале следующей недели или в конце этой. На основании декларации управляющая компания пишет письмо «Ростехнадзор» в город Нижнекамск». Специалисты должны приехать на заключительный осмотр и приёмку всего лифтового оборудования. Если не будет никаких замечаний, то «Ростехнадзор» даст разрешение на запуск объекта. Но произойдёт это не раньше середины августа. А в доме 4221А без лифта живут только неделю. Здесь меняют лебёдку. Жители уверены, что лебёдку можно поменять в течение часа. Но до 4 августа им всё же придётся ходить пешком. По крайней мере, коммунальщики обещают, что за две недели всё отремонтируют. Эльмира Гайнудинова, Роман Гейтман, Челны, 24.